Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Мне очень приятно сегодня, хоть и в неурочное время, с вами разговаривать, неурочный день. И вот зачем существуют друзья? Вот главная функция, одна из главных функций, на мой взгляд, это для того, чтобы они про вас общались, и вы из этого общения постоянно узнавали о себе потрясающие новости, которые без друзей вам бы в голову о себе просто бы и не пришли. Ну и на самом деле враги тоже нужны, в том числе и для этого. Вот Wall Street Journal, чудесная американская деловая газета, одна из двух ключевых газет, ну трех Соединенных Штатов Америки, она опубликовала очередную новость о России. Нам показала, между прочим, до какой степени мы зависимы от Запада. Там можем разговаривать про суверенитет, можем разговаривать про независимость, можем удавать щеки на ширину плеч, можем собой гордиться, но все равно какой-нибудь клоун на Западе пропищит, и, блин, страна воспринимает, извините за мой французский, воспринимает это всерьез, начинает на это реагировать. Вот Wall Street Journal написала, что по данным неустановленных источников, неразглашаемых источников из аппарата российского правительства, внимание, непереводимая игра слов, после президентских выборов 2018 года, я напомню, кто не помнит, у нас сейчас май 16-го, Так вот, после президентских выборов 2018 года, Россию ждет повышение налогов, и правительство это повышение уже злостно планирует. Будет введена прогрессивная шкала подоходного налога, это обсуждается. Правда, другой источник из аппарата правительства говорит, что никакой прогрессивной шкалы не будет, а будет повышение плоской шкалы с нынешних 13 до 20, то есть почти в полтора раза, и при этом повысить еще НДС. И мы это сейчас все подробно обсудим, потому что как бы это действительно тема в нашем медиапространстве. Но у меня к вам вопрос. О том, что я по этому поводу думаю, я сейчас расскажу подробно, но у меня вопрос к вам. Вот как вы думаете, у нас правительство действительно, правительство Медведева, лидера Единая Россия, не нужно сваливать все грехи на Сюланова, он в данном случае крайний, он просто является фронтменом, который должен озвучивать общую позицию. Вот действительно, нужно ли нам, как нам постоянно говорит и намекает правительство, повышать налоги в условиях экономического кризиса? Или налоги нужно, наоборот, в условиях экономического кризиса снижать? Вот те, кто считает, что в условиях экономического кризиса налоги нужно, как постоянно вбрасывают эту тему правительства Медведева, повышать, пожалуйста, голосуйте, плюс 7, 495, 134, 21, 35. То есть повышать, последняя цифра, 35. Те, кто считает, что налоги нужно, наоборот, в условиях кризиса понижать, плюс 7, 495, 134, 21, 36. Последняя цифра, 36. Еще раз. Те, кто согласен с правительством лидера Единой России Медведева, о том, что налоги в условиях кризиса нашего нынешнего, сегодняшнего, нужно повышать, плюс 7, 495, 134, 21, 35. Те, кто считает, что налоги в условиях экономического кризиса надо понижать, плюс 7, 495, 134, 21, 36. 36. Теперь, ну, вы уже начали писать, поэтому я реагирую на некоторые сообщения. Дорогой Андрей, нефть до 250 долларов за баррель в обозримом будущем не поднимется. Доллар до такой степени не обесценится. Да, Клара Карловна, если вы не видите, я в приличном костюме, и по такой ерунде волноваться не нужно. Я могу и в маечке прийти, но от этого никому плохо не станет. Да, я согласен с Андреем, что Путин опять не виноват, а редкий случай. Вот поляк пишет о своем желании ввести визы таджикам. Я полностью солидарен с поляком, только, по-моему, они эти визы уже ввели, поляки. Возвращаясь к предложению Wall Street Journal. Ну, звучит анекдотично, потому что, прежде всего, откуда Wall Street Journal может знать, что правительство будет делать в 2018 году? Я напомню, что после президентских выборов, если будут повышены налоги, то решение об этом, значит, будет принято после президентских выборов. А в реальности налоги, значит, будут повышены только в 2019 году. Ну, откуда Wall Street Journal знает, что правительство будет делать, на самом деле, через 3 года, когда правительство, лидер Единой России Медведева, насколько можно судить по его действиям, не знает, что будет делать через месяц? Представляете, как потрясающе. Wall Street Journal уверенно говорит о том, что правительство будет делать через 3 года, а само правительство не знает, что оно будет делать через месяц. Ну, по крайней мере, судя по его метаниям в ряде направлений, включая пенсионную сферу. Можно, конечно, предположить, что имеет место внешнее управление со стороны опять проклятых американцев, и что господин Медведев не знает, что он будет делать через три года, даже через месяц, но американцы, которые всем этим управляют, вот такие вот закулисные, страшные люди, все знают заранее, планируют заранее. Но, знаете, сейчас не 90-е годы. У нас много порогов, у нас много недостатков, но внешнее управление нет. Внешнее управление осуществляется на уровне социально-экономической политики, на уровне принципов, на уровне идей, на уровне ценностей, на уровне того, что сегодняшние и нынешние либералы служат не свободе по Вольтеру, а деньгам по Березовскому. Причем даже не своим, насколько можно судить, а деньгам глобального бизнеса. На этом уровне действительно внешнее управление. Но так, чтобы приходил факс с машинным переводом из МВФ, с корявым машинным на русский язык, и правительство бросалось бы исполнять этот факс, этого нет. Окупация, о которой говорят некоторые единороссы, она существует только в их больном воображении. Все устроено чуть по-другому. С другой стороны, сами американцы не знают, что они будут делать, не то что через три года, но через полгода точно, потому что у них, извините, выборы. И у них очень сильно желание у некоторых группировок обрушить американскую, да заодно и всю мировую экономику, просто для того, чтобы правильно срежиссировать выборы. Как в 2008 году, для того, чтобы привести к власти Обаму, они не стали спасать Леван Бразерс, хотя могли и, в общем-то, намеревались, и это было бы дешевле, чем организовывать кризис. Это знают все. Так что данный вброс Wall Street Journal представляет собой, выражаясь не по-русски, фейк, на мой взгляд, а по-русски это такая абсолютно безответственная, безответственный вброс темы. Вот одна тетушка сказала, и мы это всерьез будем желать. Я уж не говорю о том, что этого правительства не будет. Вот пишут мне смс, человек номер, который заканчивается на 5890, что Медведев точно знает, что выйдет новый айфон. Ну да, конечно, господин Медведев стал символом айфона. Я думаю, что когда всякие злые люди говорят, что он должен работать по своему профессиональному уровню заместителем руководителя юридической кафедры на каком-нибудь провинциальном вузе, то, конечно же, это неправда. Я думаю, что Медведев должен работать лицом Apple, лицом репарации, которая производит айфоны. Он должен быть лицом айфона, как некоторые девушки, которые раньше рекламировали белье, они становятся лицом соответствующих фирм. Вот Медведев должен стать лицом айфона, и тогда, в конце концов, Android наконец восторжествует во всем мире. Я думаю, что это будет неизбежно. Вот. Но еще одна тема, еще одна причина того, почему сообщение Wall Street Journal, на мой взгляд, является несусветной глупостью, хотя тема важная, что после президентских выборов точно не будет этого правительства. Вот по-любому. Вот хоть мытьем, хоть катанием. По-хорошему или по-плохому, но его не будет. Либо, товарищи либералы, которые сейчас занимаются раскачиванием лодки предельно интенсивно, потому что санкции, которые введены против России Западом, это ничто. Самое страшное, это санкции, которые введены против России, либеральным руководством Банка России, углаве с Набиуллиной и Юдаевой, и либеральным руководством правительства, лидера Единой России Медведева. И вот эти санкции, это самое страшное, это реальная угроза национальной безопасности, и, конечно, то, что НАТО визжит, что Россия угрожающе придвинулась к ее базам, и при этом накачивает свою мускулу, размещает вокруг нас наступательное вооружение, и демонстрирует рост готовности к войне, это, конечно, очень страшно. Но угроза войны со стороны НАТО, это ничто, как и угроза ИГИЛа, запрещенного в нашей стране, это ничто, по сравнению с той угрозой, на мой взгляд, конечно, по сравнению с той угрозой, которая исходит из либерального правительства Медведева. И они осознанно, целенаправленно, на мой взгляд, ведут к делу социально-экономической дестабилизации. У них в головах, по-моему, февральская революция, когда тогдашние либералы, тоже опираясь на интересы Запада, тоже опираясь на справедливое негодование действительно прогнившим царским режимам, потому что, если бы он не прогнил, он мог бы сопротивляться, которое наблюдалось в довольно широких слоях тогдашнего российского общества, действительно хотят разрушить и развалить страну. И в социально-экономической политике это проявляется очень четко и очень последовательно. Но если им это удастся, я думаю, что 2017 год будет календарным только в 2017 году, не будет смуты в 2017 году, просто потому что мы все этого боимся, мы все этого не хотим. И в данном случае магия цифр сработает в другую сторону, а сработает на стабилизацию. Как бы плохо людям не было, но в 2017 год люди потерпят. А вот весной 2018 года будут президентские выборы, и под это будет уже полноценный Майдан. Мы, конечно, посмотрим, удастся ли сделать генеральную репетицию Майдана в Екатеринбурге по итогам выборов 2016 года. Там некоторые признаки подготовки имеются. Но если социально-экономическая политика будет продолжаться и по-прежнему будет направлена на уничтожение России, а в этом отношении менеджер правительства, на мой взгляд, весьма эффективный, то тогда перед президентским, а скорее всего после президентских выборов у нас действительно будет смута, у нас действительно будет аналог Майдана или аналог февральской революции, когда никто не будет защищать этот режим, просто никто вообще. Потому что к тому времени безумие этой политики станет очевидным для всех. Но люди, которые организуют подобного рода мероприятия, сами оказываются первыми их жертвами. И правительство Медведева не будет существовать после смуты. Они думают, что они будут владеть всем, что как в 90-е годы они будут представлять Соединенные Штаты Америки и будут их гауляйтерами в России, на мой взгляд, они так думают, но на самом деле их снесет. И никакие решения эти люди принимать уже не смогут. И о повышении налогов в 2019 году речи не будет просто потому, что с высокой степенью вероятности их некому будет собирать. Я напомню, что смысл политики Запада в отношении России это минимизация издержек. Вот кризис заключается в том числе в том, глобальный кризис, что глобальному бизнесу стало трудно зарабатывать прибыль. Трудно увеличивать доходы. Когда трудно увеличивать доходы, любой бизнесмен, и мелкий, и крупный, переходит к неприятному делу, к снижению себестоимости, к снижению издержек. Ливия показала всем, и Сирия подтвердила, и Ирак подтвердил, что самый крутой полевой командир продает нефть значительно дешевле, чем самое слабое, самое коррумпированное государство. Запрещенное исламское государство пытается быть государством, но все равно продает нефть вдвое, то и вчетверо ниже, чем она продается в мире. Но вот с точки зрения снижения издержек в отношении России для глобального бизнеса нужно, чтобы здесь не было государства, никакого ни сильного, ни слабого. А чтобы здесь были полевые командиры. И социально-экономическая политика либералов, которые служат этому глобальному бизнесу, на мой взгляд, направлена ровно на достижение этой задачи. Поэтому, если либералы смогут продолжить свою политику, социально-экономическую, естественно, до 2018 года, то в 2019 году не будет повышения налогов, потому что не будет ни налоговой службы, ни доходов, ни российского государства. Это реальная перспектива, на которую нам несут сегодня либералы Единой России, либералы Медведева и либералы Банка России. С другой стороны, если у нас государство одумается, если мы с вами его убедим, что что-то не то делают, А ближайший способ убеждения этого, без перекрытия федеральных трасс и других способов нарушения закона, это выборы осенью. Я очень плохо отношусь к господину Навальному. Некоторые вещи он говорит правильно. Вот в 2011 году его лозунг «Никто, кроме Единой России» был нелеп и работал на повышении явки. Сейчас это единственный способ убедить наше замечательное государство, что продолжение либеральной социально-экономической политики смертельно опасно для него самого. Я очень не люблю Жириновского. Можете голосовать за Жириновского? За кого угодно, кроме «Единой России». Не потому, что кто-то хороший, а кто-то плохой. У меня в «Единой России» много людей, которых я очень уважаю и люблю, и даже есть друзья в «Единой России». Но сегодня это сила, которая ведет нас к Майдану, которая ведет нас к самоуничтожению, опять-таки, на мой взгляд. Единственный способ объяснить государству, что либералы в правительстве Медведево – это способ убийства и самоубийства, это завалить «Единую Россию» на выборах. Если государство одумается, тогда социально-экономическая политика станет разумной. И тогда, на мой взгляд, ни о каком повышении налогов речи идти не будет, потому что в условиях кризиса нужно оживлять экономическую конъюнктуру и нужно, соответственно, снижать налоги. Это азбука, которую во всем мире знают очень хорошо с 1932 года, когда кенсианство стало основой экономической политики Соединенных Штатов Америки. Хотя такой теории тогда еще не было, она была выработана потом. Но поскольку есть несогласные с этой идеей, я повторяю вопрос для голосования. Дорогие друзья, кто считает, кто согласен с правительством Медведева, насколько его можно понять, что в условиях кризиса нужно повышать налоги? Пожалуйста, плюс семь, четыреста девяносто пять, сто тридцать четыре, двадцать один, тридцать пять. Кто считает, что наоборот, в условиях кризиса налоги нужно снижать? Плюс семь, четыреста девяносто пять, сто тридцать четыре, двадцать один, тридцать шесть. То есть, кто считает, что в условиях кризиса налоги надо повышать? Последняя цифра 35. Кто считает, что в условиях кризиса их надо понижать? Последняя цифра 36. Давайте примем звоночек. Да, принимаем. Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Да, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, скажите, пожалуйста, во всем мире правительство старается угождать транснациональным монополиям, чтобы они давали налоги и работу населению. А вот наше правительство, оно что, плохо угождает им? Вроде зарплата у нас у всех маленькая, и сырье дешевое. Понятно. Спасибо большое. Дело в том, что транснациональные монополии, глобальные монополии, они имеют разные интересы по отношению к разным странам. Есть страны базирования. Соединенные Штаты Америки, скажем, Япония. Китайцы смогли воспитать свои глобальные монополии. Есть они по старой памяти англичан, французов и немцев. И в этих странах правительство угождают прежде всего своим глобальным монополиям, которые связаны с ними. И там эта политика, она, в общем-то, работает скорее на пользу. А есть страны, которые по разным причинам свои глобальные монополии не создали. Или создали, но их немного, они не очень сильные. Скажем, Газпром глобальная монополия, но слишком неповоротливая, слишком слабая. И, к сожалению, наше правительство угождает не Газпрому. Оно угождает иностранному глобальному бизнесу, который с нашей страной никак не укоренен. Да и Газпром, насколько я могу судить по его поведению, он не очень заинтересован в развитии России. Он не отождествляет себя, по-моему, с нашей страной, с нашим народом. В отличие от каких-то американских компаний. И поэтому правительство служит внешней силе. Надо сказать, что глобальные монополии, они все более наплевательски относятся и к Америке тоже. И внешнее управление становится разрушительным и для Америки. Но в развитых странах правительство недостаточно, скажем так, они угождают не только глобальным монополием. Они поддерживают баланс. Они служат и своему народу тоже, пусть даже это противоречит какой-то нашей пропаганде. А вот в нашей стране, что называется, заставив дурака Богу молиться, он и лоб себе расшибет. Ну или, выражаясь более мягко, каждый неофит пытается быть святее Папа Римского. И вот в нашей стране такое ощущение, что наши либералы служат только глобальным монополием, совершенно плюя на нашу страну. Давайте еще один изначек примем. Пожалуйста, вы в эфире. Говорите. Алло, Михаил. Да, здрасте. Вы много критикуете нынешние экономические курсы правительства. Ну а позитивные планы у вас есть? Вот эти алгоритмы. Что конкретно надо делать? Каким должен быть первый этап? Понятно. Спасибо большое. На самом деле, все очень просто. Для того, чтобы я просто много раз это говорил, но у нас так сознание устроено, что мы не воспринимаем позитивные предложения. Потому что за редким исключением, может быть, у вас, уважаемый коллега, мы не верим в хорошее. Вот. Значит, первое. Нужно обеспечить модернизацию инфраструктуры. Это ключ к будущему. Потому что это, во-первых, резкое повышение деловой активности, столь же резкое снижение сдержек. И при этом это единственная сфера, где государство не вступит в недобросовестную конкуренцию с частным бизнесом. Просто потому, что инфраструктура, за редчайшими исключениями типа мобильной связи и интернета, инфраструктура для бизнеса недоступна по самой своей природе. Потому что инвестируют один, а выгоды достаются всем. И когда один пытается собрать со всех эту свою выгоду, получается такое же безумие, как с нашими платными дорогами, по которым, скажем, я никогда не поеду, просто потому что это слишком дорого. Ну, по крайней мере, если есть возможность. Но для того, чтобы модернизировать инфраструктуру, помимо желания, нужно несколько обязательных условий. Первое – это отделить спекулятивные капиталы от обычной экономики. Потому что иначе все деньги уйдут в финансовые спекуляции. Сразу, тут же, как у нас осенью 92-го года. Это делали все страны, ставшие развитыми на нашем уровне зрелости финансовой системы. Все делали разными способами. Американцы – одним способом, японцы – другим, европейцы – третьим, китайцы – вообще понятно как. Но это делали все. Те, кто этого не делал, у них не было ни малейшего шанса стать развитыми, и они в итоге развитыми и не стали. Дальше нужно ограничивать коррупцию. Искренить ее совсем не получится, но ее можно ограничить. Весьма сильно. Для этого есть стандартные традиционные рецепты, о которых тоже говорил много раз. Дальше нужно ограничивать произвол монополии, потому что иначе, как у Медведева с его недоступным жильем, как называют его программу в народе, хотя он ей до сих пор искренне гордится, все уйдет в рост цен. Дальше нужен разумный протекционизм, хотя бы на уровне Евросоюза, потому что иначе вся выгода от роста деловой активности уйдет нашим китайским и европейским партнерам, как Викторич Президент деликатно называет, чтобы не материться, наверное, в прямом эфире. Дальше необходимо, чтобы была рабочая сила. Если мы развиваем экономику, должен же кто-то работать. А это значит, что нужно нормализовать систему образования, чтобы из вузов не выходили профессиональные, дебилизированные, образованные, извините, безработные с завышенной самооценкой. У нас сейчас на это направлена либеральная реформа образования. И нужно нормализовать систему здравоохранения, чтобы людей лечили, а не грабили. И исцеляли от болезней, возвращали им работоспособность, а не превращали в предаток поликлиники, которая будет вечно отдавать свои деньги. Вот это технический минимум. Можно говорить долго про налоги, надеюсь, что мы сегодня еще поговорим. Можно говорить о необходимости гарантировать людям прожиточный минимум, потому что есть право на жизнь, а в экономическом плане его никто не гарантирует. Если гарантировать людям право на жизнь, это сразу поставит всю межбюджетную политику, все отношения федерального центра с регионами на прочную объективную основу. Потому что сейчас это в прямом смысле слова средняя температура по больнице. Вот это то, что нужно делать. Если вы это начнете говорить не то, что с правительством, а просто с Единой России, у вас будет ощущение, что вы в лучшем случае говорите со стенки. Очень радостный, очень позитивный. Мне очень нравятся плакаты, которые Единая Россия сейчас клеит по стране. Пора наводить порядок. Народ уже в порядке частной инициативы стал приписывать, а что вам раньше-то мешало. Но, очевидно, они раньше не соображали, они раньше не знали этих слов. Но я хочу выступить в защиту господина Медведева. Я слишком часто его ругаю. Вот здесь в ленте его просто поливают такими словами, что я даже воспроизвести это не могу при всем желании, наверное. Но Медведев это очень ценный ресурс. Дело в том, что Медведев стал техническим президентом не просто так. Он победил. У нас говорят, что у нас неконкурентная среда, ничего подобного. Товарищ Медведев победил в жесточайшей конкурентной борьбе по критерию, но если не ничтожности, то безобидности. Это единственный человек, который гарантирован, у него в голове не было никакой мысли о том, что он тоже может чем-то руководить. С другой стороны, он справедливо вызывает у себя негодование. Причем вызывает к себе негодование не только на эстетическом чувстве. То есть, когда говоришь «Мистер Бин отечественной сборки», уже никто не уточняет, кто это. Или Айфончик Анатольевич тоже никто не уточняет, кто это. Все знают. Но, помимо прочего, его содержательные действия вызывают чудовищное негодование у людей. И если бы у нас 282-я статья работала, то, по моим ощущениям, не только член его правительства, но он сам был бы оформлен за административный экстремизм. То есть, за разжигание ненависти к власти своими действиями. Но, тем не менее, действительно, это последний резерв. Вот у Бориса Николаевича последний резерв был Чубайс. В случае чего, когда ситуация становится совсем плохой, увольняем Чубайса, и полгода страна радуется. Да, помните? Во всем виноват Чубайс. Ну, вот, когда все будет совсем плохо, то последний довод королей – это не Насгвардия, а это увольнение Медведя. Вот Медведев улетит, и полгода страна будет рукопрескать и искренне верить в лучшее. Поскольку у нас еще не совсем плохо, критический момент не наступил, товарищ Медведев сидит ровно, прочно, ровно и выполняет свою важную социальную функцию. В этом отношении он действительно уникально ценен, и он действительно вне конкуренции. Это уникальный резерв нашего государства. Спасибо. Внимание! Внимание! Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, у вас тут идет бурное обсуждение. Клара Карловна сильно переживает о хороших российских костюмах, говорят, не видела никогда. Ну, Клара Карловна, если в Одессе еще живы старые портные, или если у них остались хорошие ученики, тогда, конечно, да. Тогда говорить не о чем. Но вот у нас в Москве правильных одесских костюмов никогда не было. Только из Беларуси они поставлялись, потому что в Беларуси есть ученики одесских портных. А у нас Трувор псковский, у нас наши фабрики, многие. И действительно хороший, честный костюм. Без всякой пропаганды, я с ними никак не связан. Поэтому это вот одна из немногих вещей, которую действительно в сегодняшней России тихо можно гордиться. Вот Новосибирец подтверждает, что есть хорошие белорусские костюмы, аж в Новосибирске. Вот. Пишут, что заслуга Медведева электронные услуги. Да, это правда. Это правда очень удобно. Это было сделано в том числе благодаря его, так сказать, пропагандистскому давлению. Благодаря тому, что он эту тему ввел и о ней много говорил. Это правда, это очень удобно. Правда, это введено с третьей попытки. Началось это еще до него. Но тем не менее, это его, безусловно, плюс его заслуга. И я даже согласен, что здесь есть заслуга Собянина в Москве. Если бы Медведев был президентом, российские танки стояли бы на польско-украинской границе. Ой, как интересно. А че ж они на грузино-армянской границе не стоят сейчас, если Медведев был президентом? Если кто помнит, в это время была война, когда товарищ Саакашвили решил завершить геноцид населения Южной Осетии. У него не получилось. И товарищ Медведев остановил танки на поступах к Добилиси. Причем был поразительный момент. Российская пропаганда утверждает, что Саакашвили собрал всенародное ополчение. И со всей Грузии на защиту столицы собралось 54 человека. Грузинская пропаганда с гневом это опровергает. А говорит, что их было 58. Не надо путать с народными гуляниями, которые были на следующий день. Когда наши танки ушли. Ну а танки остановил Медведев на ровном месте. Так что вот это сказки. Либерализм это снижение налогов и снижение роли государства. Почему же тогда Медведев и Суланов либералы? Господа, либерализм это снижение роли государства в пользу глобального бизнеса. И у нас действительно относительно невысокие налоги сейчас. Пожалуйста, посмотрите. Только кому от этого легче? Потому что они взимаются в режиме налогового террора со всех, кроме представителей глобальных монополий. А с другой стороны, у нас, извините, все для глобальных монополий. И принадлежность к либералам определяется сегодня по отношению к нормам Вашингтонского консенсуса. Норма Вашингтонского консенсуса очень четко фиксирует, что государство должно служить глобальному бизнесу. Вот в нашей стране построили налоговый рай для миллиардеров и налоговый ад для всех остальных. Но если смотреть нагрузку в целом, поскольку все деньги у миллиардеров, благодаря этой системе, то налоговая нагрузка в целом у нас невысокая. Она у нас запредельно высокая для бедных. Она у нас запредельно высокая для слабых. У нас малый бизнес, которого на Западе еще и подкармливают, еще и деньги ему дают, обкладывают и, так сказать, в землю втаптывают. И, пардон, налоги-то у нас низкие в массе свою, у нас взятки высокие. Что у Медведева не так, дорогие друзья? Давайте посмотрим. Что он не так сделал? Так, пожалуйста, болтовня пяти и. Он проболтал все свое президентство. Сколково, которое производит впечатление распиленного проекта. Так сказать, бред она на технологиях. Четыре национальных проекта. О них уже все забыли, но это были безумные деньги, выброшенные на ветер. Недоступное жулье. Уборство на издевательство материнского капитала. Чудовищная пенсионная реформа. Долго можно говорить. Так что, товарищ Медведев, это квинтэссенция российского либерализма. Будет ли участвовать в выборах партии дела? Господа, я не знаю. Я иду на выбор от справедливой России. Если кому интересно. Юрий пишет. А у нас и так полевые командиры, кого вы пугаете. Юрий, если вам себя не жалко, съездите на Украину. Не надо ездить в горячие точки Украины. Просто съездите, ходите по улицам. Если у вас есть с кем поговорить доверительно, поговорите доверительно. Не по скайпу, а лично. Вам объяснят, чем полевой командир отличается от коррумпированного чиновника. Вам объяснят, чем, на мой взгляд, бандит Порошенко отличается от, на мой взгляд, бандита Януковича. Разница принципиальная. Если вы не хотите рисковать, включите телевизор и посмотрите новости из Сирии, из захваченной террористами части Ирака, из Ливии. Не верите нашим медиам. Посмотрите СНН. Там тоже картинка вполне внятная, вполне убедительная. Вот этим хороший полевой командир отличается от плохого коррумпированного государства. В плохом коррумпированном государстве, когда людям отрезают голову, это кошмар, это ужас. И это может быть безнаказанно, но это отклонение от нормы. А ситуация с полевыми командирами, это когда людям отрезают голову, это и есть норма. Мы это проходили в Чечне. Сама Чечня об этом старается не вспоминать, на самом деле. Если уж было по-честному. Ну да, для некоторых, когда людей заживо сжигают, это нормально. А когда убивают, это нормально. Я понимаю, это специфика. Возвращаясь к идее, которая озвучивается от имени аппарата российского правительства Wall Street Journal. Ситуация очень простая. Рост НДС в условиях ухудшения экономической конъюнктуры, это дальнейшее ухудшение экономической конъюнктуры, это разрушение экономики. Можно обсуждать вопрос о том, нужно ли НДС заменять на налог с оборотом. Хотя, на мой взгляд, гораздо проще декриминализировать НДС и упростить его взимание по европейским меркам. Если мы этого не в состоянии сделать, тогда действительно надо вводить налог с оборота. Но эта тема не принципиальная. При этом при переходе от НДС к налогу с оборота в условиях высокой монополизированности экономики неизбежно вырастут цены. Потому что цены внутри экономики при продаже полуфабрикатов и комплектующих, они не снизятся из-за этого. Там тоже монополизм имеет место быть. Там будет изъята прибыль. А цены в розничной торговле вырастут за счет налога с оборота. Но это вопрос, на самом деле, дискуссионный. Что я хочу поддержать в части НДС, это инициатива о дифференциации его возврата в зависимости от степени переработки продукции. То есть, если вы экспортируете сырье, с какой стати вам должны возвращать этот НДС, когда вы просто экспортируете то, что нам досталось от бога. Где вклад в добавленную стоимость незначительно. Она есть, потому что газ нужно высушить, его нужно очистить, его нужно загнать в трубу и так далее. Но она недостатка, незначительно. Если вы экспортируете полуфабрикат, вам НДС при экспорте должны возвращать наполовину. Если вы экспортируете готовый продукт, пусть даже не высокотехнологичный, на первых порах можно и так сделать, то вам НДС должны возвращать полностью. Это подход правильный, на мой взгляд. Это так должно быть. Но увеличивать НДС, увеличивать налог на добавленную стоимость, которая взимается в каждой точке экономического организма, это самоубийство. Это убийство нашей экономики. И если действительно существуют какие-то люди, которые бредят этому в параде правительства, если Wall Street Journal не выдумала этих людей в порядке информационной войны, то все еще хуже, чем я этого опасаюсь. Что касается подоходного налога. Мы с вами обсуждали целую передачу о необходимости введения прогрессивной шкафы подоходного налога. Почему это необходимо и как это необходимо, как это должно быть. Если сейчас будет повышена планка, плоская шкафа до 20%, опять-таки это будет убийство нашей экономики. Потому что, повторюсь, богатые 13% не платят за редким исключением. Люди богатые, сверхбогатые, выводят деньги через индивидуальные предприятия, платят спокойно свои 6%. А если у них тяга к нездоровым приключениям, то они пользуются специальными налоговыми консультантами. И да, на грани фола или за гранью фола, нарушая законы, нарушая правила. Но у нас нет практики наказания за подобного рода нарушения, насколько я могу судить. Поэтому богатый человек может вообще в России почти ничего не платить. А бедный человек сейчас обязательный соцзнос на 30%, плюс к этому еще подоходный налог 13% с оставшейся суммы, и того более 39%. А если, соответственно, подоходный повысит до 20%, то налоговая нагрузка на бедных людей, включая нищих, включая тех, кто работает 8 часов в сутки и не получает даже прожиточного минимума, вырастет до 44%. Это, на мой взгляд, называется бандитизм, это граничит, на мой взгляд, с убийством, это приведет к еще большему бегству людей в теневую сферу, соответственно, к сокращению налоговых поступлений и поступлений обязательных соцзносов, к дальнейшему ухудшению ситуации в региональных бюджетах, в местных бюджетах и к усугублению катастрофы пенсионного фонда. Поэтому увеличение плоской шкалы подоходного налога абсолютно недопустимо. Прогрессивная шкала абсолютно необходима, но должна быть щадящей. То есть люди с доходами, два реальных прожиточных минимума, в среднем по стране это будет 20 тысяч рублей. Они вообще никакого налога, никаких обязательных социальных взносов платить не должны. В принципе, тогда мы сможем, и тогда эти люди вернутся в реальную экономику, они будут работать легально, и тогда можно обсуждать, что вот гастарбайтеры должны легализовываться. Потому что сейчас у нас нелепая ситуация. Мы от мигрантов, в том числе нелегальных, требуем, чтобы они легализовывались и платили налоги, в то время, когда, по данным госпожи Голодец, 34 миллиона человек у нас не работает и занято в тени. И основная часть этих людей, по-моему, занята в теневой сфере. Так что невозможно предъявлять требования быть легальными к мигрантам, когда благодаря политике Медведева и политике либерала в целом у нас вся страна загнана в нелегальное положение. Так что прогрессивная шкала подохода налога-это необходима, но опять-таки она необходима сегодня, она необходима завтра, она необходима с 1 января 2017 года. И когда, пожалуйста, не с 19-го, а с 17-го, пожалуйста, когда вы будете голосовать, то посмотрите, эта партия гарантирует, обещает вам немедленное введение прогрессивной шкалы подоходного налога или нет. Потому что если... У нас будет уникальная ситуация с бюджетом. Потому что бюджетов совершенно безумный, но он отложен, его принятие отложено до ноября. То есть сделано так, что этот бюджет будет принимать уже новая Государственная Дума. И эта новая Государственная Дума, если в ней будет ослаблена Единая Россия, она получит возможность продавить прогрессивный подоходный налог. Сегодня ситуация возможности. Потому что государство, ему сейчас не до этого. У него чудовищный внешнеполитический кризис. У него чудовищный энергетический кризис. То, что сегодня цена нефти штурмует планку 50 долларов за баррель, ну, она сегодня штурмует, но все равно утешение это очень слабое. Государство при нашем уровне коррупции, нашем уровне монополизма, при этих ценах оно нормально существовать не может. Оно вынуждено как-то меняться. И поэтому оно открыто к локальным, да, пока только локальным изменениям. То есть перестать грабить и начать строить, это государство не готово. По крайней мере, не будет готово с 1 января 2017 года. А вот начать делать хоть что-то разумное, вводить прогрессивную шкалу подоходного налога, вводить налог на пустующие квартиры, о которых я говорил, вот это оно готово будет. Если, опять-таки, либерал из Единой России, либерал из правительства получит от нас с вами вот умнедоверие. Да, я знаю, как прессуют, я знаю, как прессуют директоров школ. Я это знаю. Но, знаете, даже в Москве, где прессовка была очень сильная, бывает так, что в одной школе два участка, и показания, результаты за Единую Россию на этих двух участках отличаются кардинально. Так что не все данные фальсифицируются. И в этом году, я просто знаю, что готовятся уже бригады, которые будут оформлять вице-губернаторов, а может и выше, по уголовным делам за фальсификацию выборов. Смею вас заверить, губернатор, многие это знают тоже, и эта ситуация достаточно реальна. А не должен ли я помочь КПРФ? Вы знаете, я пытался помочь КПРФ в 2007-м, в 2003-м. Я пытался помочь КПРФ и в этом году тоже. А, к сожалению, есть люди, которым помочь нельзя. Это научное определение одного российского ругательства. Я с огромным уважением и симпатией отношусь к рядовым членам КПРФ. И ко многим руководителям региональных отделений КПРФ. И я очень хорошо отношусь к губернатору от КПРФ. Он производит очень правильные впечатления в Орловской области. Но, но, федеральное руководство КПРФ – это одна из немногих вещей, которая, на мой взгляд, еще хуже, чем правительство Медведева. Вот есть люди, которым нельзя помочь. Бах пишет, если ввести прогрессивную шкалу, богачи будут уходить от уплаты налогового в офшор. Мы это разбирали, господа. Богачи уже сейчас в России находятся в офшоре. И богачи сегодня выводят свои деньги из России в страны, где обложение их доходов выше, чем в России. Классический пример – Франция. Где вы имеете имущество больше, чем на 700 с чем-то тысяч евро. И это имущество даже на свой платок уже облагается повышенным налогом. И тем не менее, наши капиталы выводятся, в том числе, во Францию. Люди покупают себе дома на Левилу, на Лазурном берегу и все остальное. Так что это не главное. И насчет богачей. Вы знаете, богачи, которые здесь живут, да, они платят маленькие налоги. Но они платят, на мой взгляд, довольно большие взятки. И они платят очень большие деньги на безопасность. На обеспечение безопасности своих семей. Потому что недавняя история в Москве, или в Москва-базе, правильнее говорить, я не знаю, она показала, что, возможно, по сути дела, войсковая операция, когда несколько десятков боевиков вооруженных, как минимум один автомат там был, и одна Сайга там была, и участники говорят о людях в бронежилетах со стороны нападавших. И вот этнические бандиты, и не только этнические, смею вас заверить, уже могут в Москве выставлять группировки в несколько десятков боевиков и оставаться абсолютно безнаказанными. Потому что основная часть задержанных, это, извините, таджики, другие выходцы из Средней Азии, которые там просто работали. Любой богатый человек понимает, что завтра эти несколько десятков боевиков могут прийти к его семье и обеспечении личной охраны в перспективе нападения не отдельных каких-то там головорезов, которых вырезали семью полицейского, например, а действительно боевая операция. Вооруженные люди и милиция не приедет. Не только потому, что она плохая, потому что она полиция уже давным-давно. Нет, не поэтому. Потому что в рамках реформы МВД у полиции забрали все силовые подразделения. И сейчас МВД это человек без рук. Я думаю, что все знали о том, что готовится это нападение, готовится эта разборка. Но две СОБР и ОМОН выведены в Росгвардию. Две разные федеральные структуры, абсолютно разные. Как у нас устроена координация между неминуемо соперничающими силовыми структурами, мы все знаем. И Росгвардия не знает, на что ей предстоит реагировать, потому что ей нечем знать, у нее нет агентурной сети и быть не должно. А МВД, у которой все знает, ей нечем реагировать, она без рук. В этой ситуации богатые люди понимают, что если они сами не будут обеспечивать безопасность своих семей, то вопрос в убийстве, не в ограблении, а в убийстве, это вопрос времени. И они тратят на свою безопасность чудовищные деньги. А теперь представьте себе, что государство начнет исполнять свои обязанности. А прогрессивная шкала подохода налога, это один из признаков того, что государство начинает исполнять свои обязанности перед народом, перед населением, перед обществом. И возникает надежда, что, может быть, она начнет выполнять свои обязанности и в сфере безопасности тоже. И тогда они смогут снизить расходы на безопасность. И таким поразительным образом, да, действительно, прогрессивная шкала налогообложения, которая приведет к тому, что богатые, то, что они сейчас платят, насколько я могу сказать, в виде взяток, они начнут платить отчетливо меньше в виде налогов, вот тем не менее, они начнут экономить за счет безопасности. За счет того, что им не нужно будет готовиться к нападению десятков бандитов, потому что государство начнет хоть как-то исполнять свои обязанности перед своим обществом. По крайней мере, даст некоторые сигналы в этом направлении. Ну, и я хочу сказать еще две важные новости, которые мне показались очень важными. Первое. Есть такое агентство кадровое, Headhunter. Они проанализировали, опросили людей, которые через них проходят, о том, где самая большая коррупция. И по их данным, максимальная коррупция в ЖКХ, потом в энергетике, потом на госслужбе, потом в сфере культуры. Значит, три позиции из этих абсолютно понятны. Почему высокая коррупция на госслужбе? Понятно. Это источник, собственно, коррупции есть. Когда ЖКХ и культура, это тоже понятно, это очень раздробленные отрасли, где много очень маленьких объектов, которые все не проконтролируешь, где низкий уровень оплаты труда, и через который проходят довольно значимые финансовые потоки. Здесь тоже все понятно. Это объективно коррупциогенные сферы. А вот энергетика не должна быть коррупциогенной сферой по определению. Это высокотехнологичная отрасль по сравнению даже с ЖКХ. Я уж не говорю про культуру. Это отрасль, в которой все легко просчитать. Это отрасль, в которой все легко проконтролировать благодаря системе учета материальных ресурсов. Это отрасль, которая, в принципе, является прозрачной при желании. Это прозрачная отрасль. Это отрасль, где есть большая перспектива. Это в ЖКХ вы стали, попали работать в ЖКХ района. Вы выше главы ЖКХ этого района, вы, скорее всего, не подниметесь. Там очень ограничены возможности роста. А энергетика, структура федеральная, там возможности роста безграничны. Там этой проблемы нет. Туда идут, в том числе, карьерно ориентированные люди. Не только те, кто ориентированы на деньги. Вот в энергетике не должно быть лидерство. Она не должна быть лидером по коррупции. Но она и есть лидер по коррупции. Почему? И, на мой взгляд, это результат реформ господина Чубайса. Это результат либеральных реформ 2004 года, который не просто превратил энергетику в тормоз нашего развития, но и сделал ее второй по уровню крупсогенности, если верить одному из наиболее авторитетных хатхантерских агентств России. Ну и второе. Значит, у нас в Приморском крае за три месяца упало четыре моста. Мосты местного значения. Единственный мост, который имеет действительно серьезное значение, он был в конце февраля рухнул, в апрель его уже восстановили, но тем не менее. Как говорят местные власти? Они говорят, вот вы понимаете, это в 60-е годы колхозы, совхозы строили для своих нужд, для доступа на поля. Ну мы даже не знаем, будем мы их восстановить или нет, потому что у нас нет даже никакой документации, мы не можем это дело даже должным образом оформить. И вот обратите, но на самом деле ни на какие транспортные движения это не повлияет. И вот теперь смотрите, что это значит. Это значит, что в 60-е годы в Приморском крае нужно было ездить на поля. Земля возделывалась при советской власти. А сейчас на поля ездить не нужно, эти мосты просто не нужны, потому что без них можно обойтись. Это первое. Второе. В 60-е годы совхозы и колхозы могли строить нужные им мосты. И эти мосты, да, в нарушение правил, да, без нужной документации, они простояли полвека. То есть, понимаете, вот в 60-е годы, когда уже был волонтаризм Хрущева, когда уже был Брежнев, уже, так сказать, застой был на подходе в конце 60-х годов, колхоз и совхоз мог построить мост в случае, если был ему нужен. Им не нужно было ни из Москвы, ни Ленинграда вызывать дико дорогих проектировщиков. Они имели право сами удовлетворять свои потребности. И у них были на это деньги. А сейчас у них на это денег нет. Вы можете себе представить сейчас нормальный сельхоз, рядовой, не агрофирму передовую, которая на мировом рынке работает, а обычное рядовое сельхозпредприятие, не передовое, не миллионное, которое могло бы себе строить мосты. Да нет таких в теории. А даже если бы они были, эти деньги, у этого предприятия, оно не могло бы построить силу чудовищного бюрократизма. Потому что нужно проект, нужно это все согласовать в миллионе инстанций, и только годика через два, если повезет, вам позволят этот мост начать восстанавливать. Ну, есть исключения. Я привел только что такое исключение. Но картина в целом, что сейчас более бюрократизированная система, чем при коммунистах, которые некоторые зовут проклятыми, чем при советской власти. Вот это абсолютно неприемлемо, абсолютно чудовищная ситуация, которую я даже не знаю с чем сравнить. Ну и теперь пришло время нам подводить итоги голосования. Мы вернулись к нормам тоталитарной демократии. 7% солидарно с оппозицией либералов правительства, лидера Единой России, господина Медведева. 7% считает, что в условиях экономического кризиса нужно повышать налоги. Дорогие друзья, я вас поздравляю. Вы в большинстве. Вы опять в большинстве. 7% это те, кто правит нашей страной. Или, по крайней мере, кто определяет нашу политику. 93% считают, что, как и во всем мире, как это требует экономическая теория, в условиях экономического кризиса нужно оживлять экономическую конъюнктуру, то есть снижать налоги. Дорогие 93%, вы в абсолютном меньшинстве. И пока у нас сегодняшняя система, пока у нас Единая Россия, мы с вами практически никто. И звать нас практически никак. А завершая тему про Уолл-стрит-жорнал, ее вброс, я могу сказать, что первый раз эта тема была вброшена либералами правительства Медведева летом 2014 года. Это абсолютно противоречит всякой бюрократической логике. Связывает свое имя с неопределенной, отложенной на многие годы неприятной новостью. Это возможно только в одном случае. Если либералы действительно ведут против России информационную войну и действительно хотят расшатать нашу с вами психику. Вот у либералов правительства Медведева это не удалось. И теперь эту эстафетную палочку приняли представители глобального бизнеса из Уолл-стрит-джорнал. Спасибо.